всем привет с вами рублев данном коротком видео я постараюсь сделать его коротким максимально коротким обсудим steam deck у него есть много плюсов но есть и минусы о которых нельзя молчать и посмотрим стоит ли нам покупать steam deck каждый из вас решит сам для себя рекламировать я ничего не буду поскольку мне никто не платил за рекламу steam давайте рассмотрим плюсы и минусы с первого раза кажется что это портативная консоль со всеми играми из моей библиотеки steam это реально круто это убийца nintendo switch давайте разбираться по порядку но все не так очевидно можно играть во все игры которые недоступны на switch или смартфонах это просто вынос мозга переносная библиотека steam в твоих руках привет gta 5 dark souls dota ks и прочее и прочее хотя в кс наверно будет неудобно играть его можно использовать в качестве полноценного пк портативнее ноутбука несомненный плюс меньше вес меньше все можно играть пока игры лежа в кровати это очень круто больше игр и выбора чем на любой другой мобильной консоли много кнопок и выглядит удобно это очень персонализировано и очень субъективно потому что кому кто-то считает что много кнопок и управление неудобно и и выглядит он не особо то и красиво кто-то считает мне кажется консоль симпатичная она продуманного по дизайну было за нее был выделен неплохой бюджет и дизайну консоли неплохой можно подключать мыши клавиатуру или контроллер это несомненный плюс возможность играть в пк игры там где обычно это не получалось но это вообще мечта любого геймера также региональные цены и скидки но есть и минусы размер с кейсом ощутимо больше свитч или планшета вес почти 700 грамм два раза больше свитч время работы от аккумулятора тоже оставляет желать лучшего заявлено 2 до 5 часов это еще неизвестно будут подробные тесты на ютубе мы сможем с ними ознакомиться пока что мало что известно технические проблемы будут еще хуже чем на обычном письме если играть в основном с док станции то в чем смысл это вопрос чтобы играть еще и на steam дек сначала нужно найти дополнительное время помимо пк и консоли вопрос разрешения частоты при выводе на большой экран тут спорный момент неизвестно каким в каком качестве будет картинка но при выдаче на такой маленький дисплей должно быть каждое нормальное количество кадров в секунду мне кажется у валв бывают косяки с железом и первые версии могут включать проблемы но это не только у валв это у любой компании у у sony первая партия playstation of была с браком вот у microsoft xbox а бывают с проблемами первая партия это нормально проблемы с геймпадами с дуал сенсами с джойстиками совсем насколько хорошо адаптированы пока игр под портативный формат пока неизвестно lcd панель выглядит устаревший по сравнению с лет я наткнулся на интересную статью на детей f который называется что плохого в steam д давайте ее обсудим первое это огромные размеры 700 грамм это половина веса macbook air устройство которое носит для работы в выделенном отделе рюкзака и того дэк никто не будет выносить из дома я не согласен дэк можно выносить из дома это интересное предложение все зависит от остановности и вполне для него можно выделить место в рюкзаке мало памяти для 3 пола и проектов на которые ориентируется консоль показывали control упоминали дума тернул подробнее в этой статье на детей ссылочку я оставлю в описании автор пишешь не обманывайте себя никто не будет адаптировать игры под эти устройства точно также как никто не портирует три пола игры на linux это слишком маленький рынок слишком капризных пользователей чтобы над ним запариваться согласен частично высокая цена устройству при такой же цене на елена да в снг игр стоит дешевле в странах первого мира которые дают основные продажи устройств игры стоят одинаково а steam декса в меняем объем памяти будет стоить 529 долларов против 350 долларов за свитч олег на разницу можно купить еще один свитч light ps5 digital edition стоит 399 долларов при том она позволяет играть свежие три пола игры на огромном экране с карант ген производительностью производительность 7 дека на уровне ps4 ну не согласен я считаю что железо здесь помощнее кстати о больших экранах автор пишет что идти и играть современные игры которые затачиваются под огромный 4к телевизор на экране 1280 800 это такая себе идея он говорит представили ли мы как будут выглядеть мелкие детали это надо я скажу так надо смотреть надо смотреть и ждать пока выйдет стим дек чтобы увидеть какие-то тесты пока что нельзя заверять и утверждать что да можно будет поставить стим дек вдох и подключить его к тв или монитору не забываем про производительность уровня ps4 не согласен железо идут помощнее не забываем про то что док будет продаваться отдельно это еще стоточка баксов да с этим согласен придется раскошелиться перегружено управление с тачпадами пункт спорный но вот это желание угодить и вашим и нашим то есть возможность и крестоносцев играйте свежие игры с прицелом под геймпад это все перегружает управление вредит эргономики не забываем кстати про огромный размер когда говорим про эргономику на вес приставки с весом 700 грамм держать будет нереально но я считаю что в руках она сидеть будет нормально и пункт спорный этот сайта детей ссылка на который я оставлю в описании чтобы ознакомились это не реклама если что я скажу так ну адаптировать можно любую игру если есть желание и сделать это качественно кризис полупроводников sony не успевает производить консоли к спросу из-за кризиса это sony который выпускает приставки с 94 года как думаете какой партнер будет более интересен для поставщиков железа sony с их успешной консолью майки с их успешной консолью или валв предыдущие попытки которых железо заканчивались плачевно ну да тут был steam дэк steam контроллер о steam дэк steam контроллер я рад стим все это спорные проекты которые не разошлись огроменными тиражами по всему миру ориентации на бесполезные фичи возможность поставить вин винду накатывать сторонние программы винда кстати стоит 120 долларов если не пиратская опустим момент что игры вообще могут не работать на кастомом linux и отвал зачем игровому устройству возможность ставить сторонние программы чтобы можно было поднять свой сервер редактировать на нем видео открывать терминал все эти фичи никак не помогают игровому устройству лишь делать его более непонятно лицо лиза на глазах пользователей еще винду ставить надо это как пишет автор ну я тут не согласен потому что поставить возможность винду это реально круто еще и портативная это как знаете такие буки буки от ленова такие делали раньше то есть берешь или huawei мейтбук например берешь в руки как она по но как планшет подключаешь клавиатуру и она как ноутбук то есть трансформеры экран гнется во все стороны вот но ведь есть инди пишет автор в которые можно поиграть на switch light который стоит 199 долларов игры стоят также если мы не говорим про снг нет и не будет систем селлеров не будет не зелье не буду вар нигерии будут пока игры и это или high end типа киберпанков который невозможно будет играть на железе уровня ps4 тут я не согласен или инди которые нормально будут себя чувствовать на switch light и конкурентной карты в которые неудобно играть без мыши и большого экрана или евро так симулятор разве что не особо понятно резюмирую хочу подвести итог я считаю что steam deck это просто очешуете но нинтендо все равно не лишится своих фанатов и своей крупной фан базы и продолжит продавать калькуляторы по 1000 рублей речь о приложении посмотрел я значит статейку и пришел вот к таким выводом в общем все не так просто как хотелось бы понятно что если консоль зашли всяким продажным личностям то итог обзора очевиден меня никто не покупал отличие от других ютуберов но я вам скажу так все на ваш выбор хотите покупайте хотите нет выбор за вами несмотря на минусы есть некоторые плюсы я бы подарил такую штуку сыну или дочери геймеру интересная штука этот steam deck ну а с вами был рублев ставьте лайки подписывайтесь на канал и до скорых встреч большое спасибо за просмотр всем пока пока спасибо за просмотр всем пока Продолжение следует...